Всем огромный привет! Я решила попробовать поснимать вложек. Не знаю, получится сегодня или нет, потому что у меня сегодня день такой в беготне. Я уже прибежала от бабушки, еще по пути забежала в Сбербанк, и уже шла, и пришла собачка. С хозяйкой стояла на улице, вот она там бегает, с паниелька. Я говорю, ну, пусть она со мной пойдет тогда. И заводника пошли. И она идет, а, знаете, хозяйка стоит на улице, а это как ни в чем не бывало, за мной побежала. Я дверь открыла, она в подъезд зашла, сюда, в этот салон, то есть прям такая. Слушает меня уже, она стрижется не знаю сколько, ну, в общем, она со своего детства стрижется у меня, и она очень хорошо меня знает, и, в принципе, неплохо ко мне относится. Так что вот так приятно, когда такие собаки прям с таким доверием к тебе относятся. Ну, ладно, сейчас я быстренько переоденусь и побрею. Может, она у меня ждет. Сейчас покажу вам ее. Ну, это кто-то меня так хорошо встретил. Да не-ка меня встретила, так хорошо, такая молодец, такая красотка, замечательная собака. Сейчас я ее под Котовского побрею. Я сейчас к тебе вернусь. Сейчас хочу быстренько показать, что я с собой взяла на работу. В общем, вот это стоматофит, мне надо полоскать, поскольку зубы сейчас мне подготавливаются к фротезированию, у меня десны немножко повреждены в связи с заточкой. И, в общем, укреплять их надо. И что я беру с собой покушать. Так, ой, поскольку после тренировки, у меня сегодня тренировка будет, я поеду на работу, то мне надо уже будет прием пищи принимать. И я решила белковый коктейль. В общем, сюда засыпала, приду и водичку налью, и выпью белковый коктейль. Это у меня ужин будет. На перекус вот сейчас я буквально съем вот этот грейпфрут, половинка грейпфрута. И в час дня, то есть через час, мне надо будет съесть макарошки. Как раз это медленные углеводы, которые отлично сработают у меня через два часа на тренировке. Я уже замечала, когда я, если перед тренировкой поем мясо или овощи, ну, мясо с овощами, то этот процесс на тренировке у меня немножко более тяжелый идет. То есть именно силы, энергии, выносливости благодаря углеводам. Медленным углеводам. Так, и что здесь у меня? А, и просто тут у меня водичка. Это на день с собой. И там еще водичка. Это вот на улице я пойду. Ну, и на работе я пью из фильтра воду. Я уже как-то показывала. Сейчас мне надо быстро съесть грейпфрут по времени. А ты подожди, пожалуйста. Буквально три минуты. Как три минуты? Целых три минуты? Вот так вот. Вот мой лысик. Теперь спанелька стала похожа на лабрадора. Да? Или золотистого ретривера. Вот. Махалюсичка. Все, сейчас пойдешь. Ну, что ты там носом-то воткнулась, да? Чтоб пожалели собачку. Просит. Ну, что? Она мне поцеловала. Поцеловала мой подбородок. Ты мой хороший. Ты мне дохалюсия, девочка. Прям такая, все. Ну, сейчас за тобой придут, кстати, духи. Мы забыли тебя подушить. Духи такие собачьи. Вот, чтоб ты вкусно пахнул. Какой аромат. Хорошая девочка. Ты хорошая девочка. Не дождаться. Не дождаться. Ну, ладно, сейчас я ее отпущу, пусть побегает по кабинету, чтобы пока хозяйка придет. Я уже в центре города. Хотела показать вам вот это стела стоит. Это город воинской славы. В честь этого поставили. Вот так вот разворачиваемся и оказываемся в летнем саду. Не знаю, начало это летнего сада или уже наоборот конец. Наверное, конец. В общем, здесь такие деревья всякие разные есть. И чуть-чуть туда подальше там у нас чертово колесо есть. Надо, кстати, покататься. В этом году будет. И зеленый театр там вот виднеется с крышей такой зеленой. Вот. А я иду. По делам. Кстати, у нас вот в центре города вот эти всякие стены крепостные такие, видите? Это все вот историческое. Это, по-моему, уже реконструкция. И город весь был вот так вот по периметру. Центральная часть Пскова была ограждена вот такими стенами. Так повернула, чтобы лицо не совсем в тени было. Еще надо как-нибудь будет выбраться и погулять с вами по городу. Показать некоторые интересности городские. А сейчас я иду просто документы, мне надо забрать на землю. Еще надеюсь, что на новой неделе удаст сотрудникам договориться и отвезти ее вот на наш участок, чтобы она колышки пила. И мы по периметру веревкой это все обтянули. В общем, покажу вам тогда нашу землю. Так. Сейчас просто покажу вам немножко, как выглядит центральная часть нашего города. Это улица Советская. Такие вот домики. Характерные, невысокие. Двух-трехэтажные. В этих домах высокие потолки. И в этих домах до сих пор живут люди. И у них печное отопление. Вот. Так что покажу вам, как и что у нас. На улице очень тепло, просто шикарно. Такие дома. Здесь такого кирпича, прям это, коричневого. Очень интересно. У нас несколько домов таких в городе. Здесь недалеко ЗАГС есть. Он у нас один. Ну, вот тут вот. Какие домики мне так нравятся. Туда дальше пошли наши Паганкины. Палаты и палаты Меньшукова. Меньшукова есть тут рядышком. Надо как-нибудь туда дойти и показать вам. Там прям вот старина. Как Иван Васильевич меняет профессию. Прям вот полностью действительно вот эти старые-старые дома. Даже не дома, а палаты называются. Вон там, смотрите, видите, вот это. Не знаю, сдалека увидите, там ставни даже стоят. Так, я не успела или успела? Сколько? Что-то я стормозила. Всё, не успела я. На зелёный свет что-то ступила. Просто там плохо цифры видны. Вот. А туда вниз, вот откуда машина выезжает, в спуск на набережную. Да, ЗАГС, по-моему, в другой своротке. Это вот улица наша пошла туда, Некрасова. Туда так пойти. Я так вам говорю, как будто вам это что-то говорит. Улица Некрасова пошла. Ну, в общем, туда чуть подальше у нас будет филармония и наш хилфак, где я училась. Стою, зеваю, уже зелёный свет идёт. А я как это? Ничего не вижу. Там вот стоит очень красивая голубая церковь такая. Она мне нравится. Там к ней очень приятно бывать. Она очень комфортная. Но она... Вот сейчас восстановлюсь. Не псковская постройка. Похоже, по-моему, как московская или питерская постройка. Потому что для Пскова атлитектура совершенно другая церковная идёт. Так, ко мне я уже практически пришла. Мне надо во двор этого дома попасть. Там административные эти межевания или земель находятся. И документики забрать. Вот, с этой стороны покажу вам. Видите, такой реконструированный домик. Но он вот заново построен. Паганкины... Так, это Паганкины палаты, по-моему, у нас. И здесь вот такие ставни стоят. И здесь вот организована гостиница. То есть, если бы я приехала в Псков с хорошими деньгами, я бы, конечно, с большим удовольствием остановилась именно в этой гостинице. Вообще здорово, если вот когда вот путешествуешь и останавливаться в таких, знаете, местах, вот, чтобы прям дух города в себя впитать. Вот, допустим, когда если в Париж ехать, то снять квартиру где-нибудь так, чтобы с видом на Эфелеву башню. И чтобы почувствовать себя француженкой. Вот в Пскове классного типа такого. Снять номер. А еще... Мы, кстати, когда были в Бурятии с Ладом, мы ездили туда к его бабушке и дедушке. И они живут в Закаменском районе. И мы на пару дней останавливались в самом Улан-Удэ. И недалеко от Улан-Удэ есть эти юрты. Мы арендовали юрту себе. У нас был отдельный дворик. И мы в юрте жили парочку дней. Это было очень незабываемо. И до сих пор вот мы помним. И там внутри тоже была такая характерная мебель. Монгольская такая. Ну, в основном монгольская. Ну, и что-то там, видимо, с элементами бурятского фольклора. И традиции в интерьере. Ну, поскольку монголы рядышком совершенно находятся в Бурятии, то именно вот и национальное такое у бурятов заимствовано у монголов. От монголов. Все, я пришла во двор. Такой старый двор. Знаете, мне вот эти дворы напоминают в Таллине, когда мы жили. Бабушка с дедушкой жили. Вот, похоже, тоже такие высокие потолки в квартире были. Похоже, вот в таком доме. У меня сразу вот этот дух такой, атмосфера от бабушки с дедушкой. Я сейчас попала под акцию от Эйвон. И получила в подарок гель для души и пробник духов. И, ну, я зарегистрировалась там. Там написала свои данные. И мне сказали, что пришлют информацию, скидку 30%. Ну, свой личный кабинет и скидка 30% будет от каталога. И, в общем, так прикольно. Вот то, что я получила пробник духов. Потому что сейчас шла и думала, вот духи. Хочу подушиться духами. Прям захотелось. Потому что какое-то ощущение несвежести. И духи прям захотелось подушиться. И мне в раз и под акцию попал еще гель для души. Я уже прибежала из тренировки. У меня такая голова вообще. Ну, и там можно, конечно, и голову помыть. И фен там есть у тренера в зале. Но я как-то голову не мою. Сейчас коктейль попью. Вот этот клубничный. Просто на воде, на молоке даже, ну, слишком сытно будет после тренировки. Даже на молоке как-то немножко тяжеловато пить. А вот на воде самое то. Так что сейчас попью. И буду ждать котейку. Сейчас ко мне придет котейка. Буду его брить. Кстати, так прикольно еще, что гель для душа мне в подарок достался. Мне как раз на тренировку надо был гель для душа. И как раз по пути именно на тренировку мне подарили гельку. Вообще прям двойной бонус. И мало того, пришла на тренировку. И мне там вот девушка, которая, она клиент своих котов привозит брить. И благодаря ей я попала вот к тренеру нашему. Вот. И она мне еще сегодня подарила медок. Сказала, для пробы. Такой пробничек вообще шикарный просто. Я мед не люблю. И она передала, чтобы муж попробовал. У нее одна подружка есть в Великих Луках. У них пасека. Или не в самих Великих Луках. А там вот где-то под этим городом. И в общем у них есть там пасека и медок. Она говорит, что прям такой настоящий, что ешь мед. И что даже горло как обжигает. Но я эти чувства особо не знаю. Потому что я мед вообще не люблю. Вот прям вот в таком настоящем проявлении. Так что передам Владу. Ой, блин. Касай. Не, палка целая. Я просто неудачно как-то положила. В общем, передам Владу, пусть попробует. Передам Владу, пусть попробует медок. И, наверное, мы тогда у нее закажем. Она сказала, что если что, даст телефон подружке. Так что вот такой сегодня день. Какие-то все подарки. Мне подарки. А еще, кстати, тут, знаете, все как-то подряд. Вот бывает как-то ситуация. Сгруппируется. Не знаю, то ли проверка как-то тебя на вшивость. Жизнь проверяет или что это. В общем, иду я как-то раз. Захожу в магнит. Подхожу к стойке, где эти корзинки стоят. Беру корзинку со стойки. А за корзинкой кошелек лежит. Представляете? Кто-то забыл кошелек. Видимо, вот так вот положил на эту стойку. И пока в пакет продукты складывал, машинально ушел. Вообще, я этот кошелек взяла. И передала администрации сразу же. Естественно, там даже не рылось ничего. И поскольку я работала в этой сети, то знаю, что там люди как бы в этом плане должны быть честными на руку. Потому что у меня также на работе были такие ситуации. Находки всякие разные. В том числе кошельки. И что еще? Шла я тоже как-то раз домой. И на скамейке. Смотрю, один парень стоял, другой сидел на скамейке. И второй встает, они начинают уходить. И я сварю на скамейке что-то такое, как осталось. Я подхожу, а там документы. Я беру, и там не просто паспорт. Там военный билет. И я не знаю, всякие, наверное, еще что-то. Может быть, там даже и деньги были. В общем, там такая стопочка всех документов, все, что возможно. И они уже так идут вперед намного. Я не знаю, как их окрикнуть. Я шаг прибавила, там даже прибежалась, чтобы отдать эти документы. Можно, конечно, было, знаете, тоже как вшивость такая, оставить эти документы, взять и дать объявление. Или ждать, допустим, что когда они начнут разыскивать. По внешнему виду видно, что это военные, контрактники. А может быть, ну вряд ли, что срочники, скорее всего, контрактники. Так вот по возрасту и по внешнему виду я их вижу как дурак-дурака. Поскольку муж военный, поэтому сразу вычисляю, что это военные. Они были по гражданке одеты, если что. Вот. И еще тут навшивость тоже. Ну, это прям совсем такая, знаете, не знаю, это надо быть таки, наверное, преступником в душе или как это назвать. Идет муж домой и проверяет почтовый ящик. И рядом с нашим почтовым ящиком соседский. И там... Блин, у меня память заканчивается. Надеюсь, я не потеряю это видео. Она, походу, записывает на внутреннюю память. В общем, ладно, быстро договорю. И там ключи тоже. Ну, естественно, он взял. И мы записку в дверях оставили, что мы наши... Ну, ваши ключи у нас, если что. Вот. И соседка обнаружила, что у нее нет ключей уже. Когда она говорит, в лифт зашла, стала в сумке рыться, ключей нет. Подходит к двери, там записка. То есть так, она не толком пугалась. Вот. Тоже... В общем, уже следующий день надо закончить как-то этот влог. Ну, я рассказывала вот эти примеры, всяких каких-то таких находок. Но, которые, знаете, обогащаться, я считаю, грех. Потому что люди потеряли, и надо обязательно вернуть такие вещи. И что еще? Ну, вчера я пошла к стоматологу, мне сделали, наконец-то, слепок. Такая процедура на нижнюю челюсть, особенно, когда слепок делается рвотное. Туда вот так вот напихали, и прям хочется выплюнуть все это. Поэтому не представляю, как раньше челюсти вот эти по старинке, знаете, вот эта съемная челюсть. Как люди носили, что я знаю, что многие так и не могут, что у них плевотный рефлекс, что вот это все там в горле. Вот. Ну, и что? И потом вечером пришел брат. Мы с ним там болтали. Тоже у него больная тема зубы. Сейчас занимаются тоже зубами. Так что вот, в принципе, весь день так и прошел. Так что завершаю я этот влог. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ну, можете лайк поставить. Подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok